Огромное расстояние Западной Якутии связывают воедино мостовые переходы, расположенные на трассе Вилёй. Так, круглогодичное сообщение открылось между Сунтарским и Мирненским районами. Для местных жителей это долгожданное событие. Репортаж Фултона Валареса. Западная Якутия становится все ближе. На плавные мосты уходят в прошлое, а вместе с ними и грунтовые дороги. Одним из ярких примеров в Мирненском районе стал мост через реку Малая Ботобия. Его возводили в сложных климатических условиях. Например, чтобы укрепить подходы, потребовалось более 120 тысяч кубометров грунта. Трудности, с которыми сталкивались мы, это все-таки вечная мерзлота. Технология самой укладки здесь тоже применена. Интересно, то есть асфальт был уложен в два слоя. Изначально была отсыпка, грунтовая отсыпка. Следом шел щебеночное основание, и после этого в два слоя укладывался асфальт. Мост построили в рекордно короткие сроки, всего за два года. И это при том, что параллельно компания строила еще один мост в соседнем Сунтарском районе. Несмотря на пандемию, работы завершили раньше сроков, благодаря новейшей технике и оборудованию. Мобильный асфальтобетонный завод – серьезный шаг в развитии дорожной отрасли всего района. При этом конструкция размещается на относительно небольшой территории. Но по производительности завод способен вырабатывать 160 тонн асфальтобетонной смеси в час. И впереди у него большие задачи. Главная особенность завода – мобильность. Его можно легко перебросить в непосредственной близости от объекта строительства. Перебазировка занимает всего месяц. Соответственно, и время, отведенное на укладку асфальта, в разы меньше. Мы участвуем в различных программах. В частности, в поселке Алмазный мы за свой счет перед началом учебного года заасфальтировали дорогу перед вновь открывшейся школой и въездную трассу. Были асфальтированы два моста в Миринском и Сунтарском районе. В настоящее время компания уже выиграла конкурс на дальнейшее асфальтирование федеральной дороги Вилюй между Мирным и Ленском. Для жителей Алмазной провинции сложно переоценить развитие трассы. Она является частью важнейшей перспективной транспортной инфраструктуры. Дальше в проектах заложены в следующем году. Уже будет заасфальтировано первые 10 километров. Ну и в дальнейшем мы надеемся, что будет заасфальтировано от границы Смирницкого района до Мирного и до города Ленска будет заасфальтирована федеральная дорога Вилюй. В конечном итоге развитие трассы даст круглогодичное транспортное сообщение между Мирным и столицей республики. Местные жители верят, что эта дорога в твердом покрытии и с мостами когда-нибудь свяжет Якутию с материком. Фултон Валареса, Василий Соловьев, Вести, Мирненский район.